Самое дорогое, что есть у мужчины, это честь. Картина «На мыс» нашего земляка, известного киноактера, режиссера, заслуженного артиста Карачева-Черкесии Рафаэля Мукаева признана лучшим короткометражным игровым фильмом на 20-м Казанском международном кинофестивале «Алтын-Минбар». Примечательно, что фильм снимался в нашей республике. В картине «На мыс» прослеживается путь старика, который воспитывает двух сыновей. На фестивале «Алтын-Минбар», где сошлись история, культура, среди множества представленных фильмов, члены жюри единогласным решением посчитали лучшим фильм Рафаэля Мукаева. Сейчас автор картины с нами на прямой связи. Добрый вечер, Рафаэль. Мы поздравляем вас. Поделитесь с нами вашими творческими планами. Добрый вечер. Спасибо большое за поздравление. Мне очень приятно. Знаете, прежде чем рассказать о своих планах, я бы хотел все-таки начать со слов благодарности в адрес канала ВГТРК. Потому что, ребята, благодаря вам эта работа случилась. Благодаря вам я получал вдохновение и понимал, что не безразлично та тема, которую я поднимал и снимал на территории Карачаева Черкесской Республики. А учитывая, что это год семьи, и это очень важно, то картина моя именно о любви в семье, о чести, о порядочности, которой так часто не хватает. Это авторское кино. Она востребована. И на многих международных фестивалях занимает первые места вот уже более 14 международных наград. В том числе такие фестивали, как шанхайский кинофестиваль «Золотой дракон», московский «Москоушортс». Значит, московский кинофестиваль «Лучезарный ангел». Вот буквально на днях закончился Казанский 20-й юбилейный международный кинофестиваль в городе Казани, где участвовало 60 стран и было 814 заявок. И среди них моя картина, единственная из России, была представлена в коротком метре, и наша картина одержала победу. Поэтому огромное вам спасибо. Также я просто хотел бы, знаете, поблагодарить канал ВГТРК за то, что вы все-таки уделяете такое большое значение культуре. Потому что без культуры, как Михаил Козючиц, 1% вложенный в культуру – это 15% вложенные в здравоохранение. И 25% вложенные в образование. Вот я хочу сказать вам большое вам спасибо, канал, за то, что вы, ВГТРК, ребята, спасибо, что вы уделяете культуре такое большое значение. Теперь то, что касается о моих планах. У меня сейчас есть три проекта, над которыми я сейчас работаю. Собственно говоря, сейчас веду поиск продюсеров, встречаюсь с ними, общаюсь. Это история о Мариуполе, один сценарий, второй сценарий об Асмане Касаеве. И третий – это сказка по нардскому эпосу. Буду надеяться, что все это осуществится. Спасибо. Дальнейших творческих успехов. Напомню, с нами на прямой связи был киноактер, режиссер, заслуженный артист Карачева Черкесии Рафаэль Мукаев. Продолжение следует...